Аромат бескорыстной любви, объединивший весь мир в одну семью. Истина вечного послания, проявляющаяся в каждом действии слове. Реализация себя в служении, которому он учил на примере неустанного самопожертвования. Сама жизнь Господа, поистине, является его посланием. Сайрам, горячо приветствую всех вас, зрителей со всего мира. Мы благодарим Хагавана Шри Сати Саи Бабу, которую мы с любовью зовем с вами, за его благословение и возможность здесь, в Прошенте Нилаям, представить вашему вниманию 30-серийный фильм, который будет показан по всему миру под названием «Послание Господа». Мы все любим нашего дорогого свами и никак не можем насытиться его чистой и возвышенной любовью. Мы дорожим его университетом, больницами, проектами по водоснабжению и по возможности мы также участвуем в служении, цель которого — распространять его любовь и его послания. Все это, конечно же, заслуживает уважения. Но многие ли из нас могут сказать честно, что они действительно понимают учение с вами и его значение для будущего всего человечества? Более важно то, насколько мы осознаем, что с вами пришел не только для того, чтобы рассказать нам о своем послании, но и действительно притворить его в жизнь. Если человечество будет относиться к его учению более серьезно, ценить его по достоинству, то оно сможет спасти себя от катастроф, с которыми оно столкнулось в виде изменений климата, терроризма, нищеты и болезни. Если только мы будем внимательны к учению с вами и его словам, которые он неустанно повторяет на протяжении последних 70 лет буквально без остановки, весь мир сможет ощутить спокойствие и всепроникающую гармонию. Но если вы пока что мало знакомы с этим, не стоит беспокоиться, потому что начиная с сегодняшнего дня, мы предоставляем вашему вниманию телесериал, который поможет вам узнать то, что вы, возможно, пропустили. Мы уверены, что, посмотрев фильм, вы сами убедитесь в открывающейся истине, послание с вами действительно может спасти нас и весь мир. Также у нас есть удивительная возможность осознать, что послание с вами — это его самый дорогой подарок для всего человечества в настоящее время и навсегда. Сегодня 20 октября 2010 года, или, как мы говорим в Индии, 20-10-20-10. Ровно 70 лет назад послание, о котором мы хотим рассказать, прозвучало впервые. Это откровение было провозглашено в тогда еще Британской империи в маленьком городке под названием Уроваконда, находящемся в Мадрассском президентстве. Произнес это послание 14-летний мальчик по имени Саттина Раяна Раджу. Это произошло примерно в 9.30 утра по местному времени. Маленький Сатти, как обычно, пошел в школу с сумкой, полный книг и тетрадок. Но, пройдя лишь часть пути, он вернулся домой и объявил своим брату и невестке, что он больше не прежний Сатти, и он покидает дом, семью и школу, чтобы служить всему человечеству. Оставив потрясенного брата, Сатти вышел в сад, неподалеку от дома, и сел на камень. Вскоре вокруг него собрались люди. Через некоторое время Сатти спел для них короткий баджн, который мы все знаем и который не только стал популярным, но и открыл явление аватара Шри Сатти Саи воплощении божественности в эпоху Кали-юги. Все это произошло 20 октября 1940 года. Чтобы оценить значимость этого события, мы должны вернуться в 1926 год в маленькую и неизвестную деревню Путапартия. Здесь, в Путапартии, в этом доме, ранним утром 23 ноября 1926 года родился маленький мальчик, тот самый, о котором мы говорили до этого. Этот мальчик, чье полное имя было Саттия Нараяна Раджу, был внуком Кадама Раджу. Его отцом был Петда Винкамма Раджу, его мать звали Ишварама. Семья Раджу была бедной, но их моральные качества были так высоки, что все они, и в особенности Кандама Раджу, пользовались большим уважением в деревне как среди бедняков, так и среди богатых. С самого рождения было очевидно, что маленький Саттия был особенным, очень необычным ребенком. В своем физическом развитии он не отличался от обычных детей, но во всех остальных аспектах он был другим. Его суждения были не по годам разумны и зрелы, а сам он излучал таинственное божественное сияние. Особенно ярко в нем проявлялось чувство сострадания. Несмотря на бедность его семьи, он всегда был готов накормить голодного. Когда его мать сказала, что им едва хватает еды для самих себя, он ответил, что когда нищий ест, то это то же самое, что ест и он. Для Ишварама все это было странно, но постепенно она начала понимать, что Саттия был особенным. Будучи еще совсем юным, Саттия собрал мальчиков своих сверстников и создал Баджан-группу, которая стала не только предметом разговоров в деревне, но и предметом восхищения всех ее жителей. Скоро пришло время идти учиться в школу. А так как в те дни Путтапарти не было своей школы, Сатти сначала пошел учиться в соседнюю деревню, Буккапатнам, проделывая путь в несколько километров каждый день. Саттия оказался настолько выдающимся учеником, что его старший брат Сишама Раджи настоял на том, чтобы Саттия поехал вместе с ним, чтобы учиться в школе в городе под названием Камалапурам. В этом городе Сишама получал педагогическое образование. Так Саттия поехал в Камалапурам к своему брату и начал учиться в местной школе. Жизнь в Камалапурам была трудной. У маленького Саттия было много домашней работы. Среди его каждодневных дел была обязанность приносить питьевую воду из дальнего колодца, который был единственным колодцем с питьевой водой. Как и в Буккапатнаме, Сатти выделялся среди учеников. Его в равной мере любили и учителя, и дети. Через несколько лет, когда Сишама Раджи закончил свое образование в Камалапурам, он переехал в Уроваконду, чтобы стать преподавателем в университете, и забрал с собой Саттию. И опять в новой школе Сатти стал выдающимся учеником. Но в 1940 году Сатти вдруг начал говорить, что он потерял интерес к учебе. События разворачивались стремительно, и в конце концов, как мы уже знаем, 20 октября 1940 года он объявил, что мир – это его дом, человечество – его семья, и вся его жизнь теперь будет посвящена служению человечеству. Когда эта новость дошла до дома его родителей, они оба были потрясены и немедленно отправились в Уроваконду, чтобы уговорить Саттию изменить свое решение. Сатти, конечно же, на это не согласился, но он согласился вернуться в Путтапарти и дал своей матери Ишварами слово, что Путтапарти станет его постоянным местом пребывания во все время выполнения его миссии. Несмотря на большие расстояния, новость о святом мальчике, творящем чудеса, быстро распространилась в округе. И медленно, но верно, в Путтапарти потянулись люди из разных мест, чтобы получить его даршан. В доме, в котором он родился, было недостаточно места для большого количества людей. И с вами какое-то время использовал для собраний дом, принадлежащий его соседке Карнам Субамме, которая, по сути, была его второй матерью. Но вскоре появилась потребность в специальном помещении, которое было построено на отдельном участке с земли, подаренном Карнам Субаммой. Так возник знаменитый Паата Мандир или Старый Мандир. Множество замечательных лил и чудес было совершено Бабой в тот далекий период. Обычно преданные становились свидетелями таких чудес по вечерам, когда он выводил их на берег реки Четраватти для проведения бесед и пения баджанов. Немногие удостоились чести видеть эти лилы, но среди тех благословенных людей, кому они были показаны, некоторые впоследствии записали то, что они видели. Одной из них была миссис Виджая Кумары, которая стала свидетелем этих невероятных божественных лил, будучи еще совсем маленькой девочкой. Эти лилы произвели на нее глубочайшие впечатления, и даже сейчас, 60 лет спустя, ей не составляет труда живить в памяти каждой из тех пережитых ею чудесных моментов. Вот как описывает миссис Виджая Кумары лилу, которой она была свидетельницей во время существования Паата Мандира. Однажды, в 1947 году, мы вышли вместе со Свами на берег реки Четраватти. Вдруг, к нашему удивлению, он исчез. Потом мы услышали его голос. Он говорил, «Я здесь, на холме, собираюсь показать вам Сурья Даршина, видение Бога в образе солнца». Мы удивились, ведь было уже шесть часов вечера и наступили сумерки, а Свами собирался показать нам солнце. Тут мы начали смеяться, но в этот самый момент мы увидели розовый свет прямо за его спиной. Через мгновение розовый свет стал красным. Нам стало очень жарко. Жар заставил нас хорошенько вспотеть. Он был просто невыносим. В то же время картина, представшая перед нами, была так прекрасна, что описать ее практически невозможно. Мы больше не могли выносить этот жар и стали громко жаловаться. «С Вами! Нам очень жарко!» Он ответил, «Разве?» После этого жар стал постепенно уменьшаться и Свами вдруг объявил, «А сейчас я покажу вам луну!» Когда он произносил эти слова, небо за его спиной постепенно становилось серебристо-белым, и воздух стал быстро охлаждаться. Скоро мы все замерзли и начали дрожать, стуча зубами от холода. Мы закричали, «С Вами!» «Слишком холодно!» Сжалившись над нами, С Вами убрал холод. Потом он сказал, «Сейчас я покажу вам третий глаз. Наблюдайте внимательно и не смотрите по сторонам». До этого момента мы видели С Вами целиком, и вдруг мы увидели только его лицо, огромное. Оно занимало собой все небо. Мы смотрели на все это со страхом и удивлением. Между его бровей появился третий глаз, из которого посыпались гигантские вспышки и огромные языки пламени. Вместо того, чтобы застыть благоговение, при виде такого проявления божественности, нам стало очень интересно и любопытно, ведь мы видели только лицо С Вами, а хотели узнать, что же случилось с его телом. Не навредил ли этот огонь С Вами? Эта мысль вертелась в наших умах. Тем временем многие из людей упали на землю. Некоторые потеряли сознание. Тогда я не заметила этого. Внезапно произошла вспышка, и видение исчезло. Все снова обрело свой обычный вид, как будто ничего не происходило. С Вами снова стоял рядом с нами на песчаном берегу Четраватти. Он спросил, почему некоторые из нас упали на землю? Мы сказали, что не знаем причину. Потом С Вами материализовал священный пепел и пхути и нанес его на лоб каждому из нас. Сделав это, он сказал, пойдем, пора возвращаться в мандир. Мы начали двигаться, но многие из нас нетвердо стояли на ногах и шли покачиваясь. Придя в мандир, С Вами с большой любовью в голосе сказал нам, сегодня я благословил вас тринетродаршином, видением третьего глаза, чего вы так жаждали в своих многих предыдущих жизнях. То, что я показал вам, не составляет даже тысячной доли того, что представляет из себя божественная слава. Я показал вам самую малость, но многие из вас упали на землю не в силах вынести этого видения. После этих слов мы понемногу начали приходить в себя. Молва стала быстро распространяться и в Путапарте начали стекаться люди, чтобы получить даршин молодого сати, несмотря на все трудности такого путешествия. Среди них были уважаемые почтенные люди из больших городов, таких как Бангалор, Хайдарабад и Мадрас, который сейчас называется Чиннай. Даже Махарани из Майсора приезжал несколько раз, хотя и приходилось идти по песку Читроватте, потому что в те времена еще не существовало прямой дороги до Путапарте. Вскоре, в ответ на приглашение этих уважаемых людей, Свами начал выезжать в разные города. Он посетил Мадрас, Бангалор, Майсор, Хайдарабад и высокогорный поселок Ути. Старший брат Свами, Сишамараджу, который был прежде разочарован решением своего брата бросить учебу в школе, теперь был невероятно взволнован. Еще не вполне осознавая Божественница и Бабы, он беспокоился о том неусыпном внимании, которое ему оказывали люди и особенно пресса. В мае 1947 года он написал с вами письмо, рассказав о своих переживаниях. Вскоре после этого, 25 мая, с вами написал ответ. Это было письмо старшему брату, но в действительности это стало пророческим обращением ко всему человечеству. В частности, в этом письме Сатисайя Баба писал, «Только дерево, полное плодов, подвергается граду камней, проходящих рядом людей. Добро всегда подталкивает зло на клевету. Зло всегда подталкивает добро на совершение еще большего добра. Такова природа этого мира». Можно было бы удивиться, если бы этого не происходило. Людей нужно пожалеть, вместо того, чтобы обвинять их. Они не знают, им не достает терпения, чтобы сделать правильные выводы. Они полны страсти и злости, но при этом воображают, будто они видят ясно и все знают. Поэтому они пишут разные вещи. Если бы они только знали, они бы не стали так говорить и писать. Мы не должны придавать значение подобным разговорам и принимать их близко к сердцу, как ты это делаешь. Истина непременно победит. Ложь никогда не одержит победы. Может показаться, что ложь одолевает истину, но вскоре ее сила угаснет и воцарится истина. У меня есть задача учить все человечество и обеспечить жизнь полную блаженству. У меня есть обет вернуть всех, кто сбился с пути, на путь добродетели и спасти их. Я привязан к работе, которую я люблю. Забирать страдания у несчастных и дать им то, чего им не хватает. Если я занят таким благородным делом, как тогда мое имя может быть очернено, как ты говоришь? Я бы посоветовал тебе не обращать внимания на те абсурдные разговоры. Махатмы великие души не обретают величие только потому, что кто-то считает их великими и не уменьшаются только потому, что кто-то назвал их мелкими. Истина скоро победит. Никто не может осознать мое величие, кем бы он ни был, какой бы метод оценки он не применял и как бы долго он не старался. Ты сам сможешь увидеть это величие в полной мере в ближайшие годы. Преданные должны набраться терпения и выдержки. Я не стремлюсь к тому, чтобы эти факты стали известны. Мне незачем писать эти строки. Я написал их только потому, что чувствовал, что ты огорчишься, если я не отвечу. Твой баба. Важно отметить дату. 25 мая 1947 года. Индии все еще правила Британия. И фактически в это время в Лондоне велись дискуссии о том, что делать Британии со своей индийской колонией. В это самое время баба, которому исполнился 21 год, обещает учить все человечество и заявляет, что однажды мир станет свидетелем его славы. Кто тогда мог поверить в это? Совсем немногие действительно задумывались обо всем этом, и все их внимание было целиком сфокусировано в настоящем моменте, в котором баба изливал на них свою любовь. Однако аватары никогда не забывают о своей миссии. Так было и в тот день, когда баба, заглядывая в будущее, решил сбросить завесу с помощью своей лилы, действия, которое развернулось по атом мандире. Нужен был новый мандир, которому в будущем суждено было стать его всемирной и по-настоящему универсальной штаб-квартирой. Начало строительства этой штаб-квартиры было назначено на 1948 23 ноября 1950 года, когда с вами исполнилось 25 лет, был открыт новый мандир и с вами переехал в него, в маленькую комнату на втором этаже. Так началась совершенно новая эра, в которой новый мандир, названный Прошантини Лоям или Обитель Высшего Мира, с годами претерпевал множество замечательных трансформаций, пока не обрел тот прекрасный облик, который мы видим сейчас. Величие с вами росло согласно его предсказанию. Мы возвращаемся в май 1947 года. История рассказывает нам, что когда с вами привел мать Ишвараму, чтобы показать ей новый мандир на финальном этапе строительства, она покачала головой и воскликнула «Зачем тебе такой большой зал? Или ты думаешь, что у тебя когда-нибудь будет столько преданных, что они смогут заполнить собой весь этот зал?» С вами улыбнулся и подвел мать Ишвараму к двери. Оттуда он указал на то место, где сейчас находятся ворота Гопура и сказал «Ты доживешь до того дня, когда толпа будет доходить как минимум дотуда, но на самом деле еще больше». Мы не знаем, насколько эти слова убедили Ишвараму в тот момент, но мы точно знаем, что она дожила до тех дней, когда слава с вами стала всемирной. Даже немногочисленные свидетели Паата Мандира превратились в счастливчиков, которые стали частью той эпохи. Так произошло когда-то и с Кришной. Чудесное прошлое уступило дорогу величественному будущему. И как мы видим, так произошло и со с вами. Вы увидите продолжение в следующей серии. А пока мы говорим вам спасибо за то, что вы были с нами. Присоединяйтесь к нам, чтобы проникнуть в учение Сать-Ти-Саи, насладиться величием его миссии в продолжении этого фильма. Джейс Айрам.